Парниковый эффект, незаметная для глаза, но опасная угроза. Выбросы в атмосферу не только отравляют воздух, но и создают плотную оболочку, что может повлечь за собой глобальное потепление. На Сахалине проводят эксперимент, как минимизировать количество незаметных газов. Здравствуйте, с вами программа «Среда обитания» и я, ее ведущая Анастасия Красова. В этом выпуске мы расскажем вам, как на островах добиваются углеродной нейтральности. В Сахалинской области активно идет газификация. Котельные переходят с угольного на голубое топливо, на улицах появляется все больше электромобилей и машин на газе. Общественный транспорт тоже не отстает. Автобусы на экологичном топливе – давно не новость для островитян. Региональное правительство делает все возможное, чтобы водители активнее выбирали автомобили на альтернативном топливе. Об этом рассказал Валерий Льмаренко в рамках Восточного экономического форума. Во время проведения форума представители региональной власти подписали десятки соглашений по развитию области, в том числе касающихся экологии. Например, с одним из столичных вузов, в рамках которого на островах построят полигон по отработке водородных технологий. Это крайне актуально, поскольку и в целом для Дальнего Востока и Сибири проблема энергообеспечения автономных поселений является крайне острой. Здесь важно и обеспечить собственного устойчивого энергоснабжения и сделать все, чтобы максимально сберечь окружающую среду. Здесь вопрос стоимости электроэнергии тоже очень важен. И именно поэтому нужно использовать технологии так называемой новой энергетики. Это не только водородные технологии для накопления энергии, это и такие технологии генерации, как ветровые технологии, солнце, геотермальные технологии. И всем этим сегодня занимается МФТ, и мы под ключ поставляем системы, рассчитанные под конкретный населенный пункт, исходя из всех особенностей. Кроме этого, обсудили и вопросы добычи нефтегазовых ресурсов в России и их переработку. Эта тема актуальна и для островов. Основная задача, которую мы ставим перед собой, совместно с «Эспромом» в рамках подписанной программы по газификации до 2025 года обеспечить стопроцентную газификацию, в том числе с учетом нетрадиционной энергетики. Это производство жиженного природного газа. Сегодня будет на форуме со стороны губернатора Валерия Игоревича Леймаренко и «Газпрома» подписано соглашение о строительстве завода СПГ объемом и мощностью 60 тысяч тонн, который будет использоваться на цели газификации в труднозаступные муниципальные образования с точки зрения трубопроводного газа. На Сахалине в прошлом году запустили эксперимент по снижению выбросов парниковых газов. В области активно внедряют электротранспорт, а также переводят на газ все котельные, работающие на дистопливе. До 2025 года планируют полностью завершить эту трансформацию. Первые газораспределительные станции, уже готовые к запуску строительства одной из ГРС, подходят к концу в Корсакове. После всех пусконаладочных работ голубое топливо поступит в котельную, которая работает в портовом городе. Подрядчики уже установили важнейшие узлы газораспределительной станции Корсаков. Темпы строительно-монтажных работ набирают обороты. Министр энергетики Сахалинской области и генеральный директор АО «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» проверили степень готовности объекта к пуску газа. «Как только ГРС запускаем, весь район будет обеспечен газом. Первый потребитель – это для нас и для жителей города Корсаков. Это, конечно, мини-тест-перевод, уход от этого чёрного угля, от завоза угля, от этих котельных уже. Сегодня доисторический перевод на свежее экологическое, чистое топливо». Заявки на подключение газу своего жилья подали более тысячи горожан. Каждая семья может получить компенсацию в размере 152 тысячи рублей за монтаж внутридомового оборудования. «В настоящий момент газифицированы у нас Южно-Сахалинск, Нивский городской округ, Тымовский городской округ. То есть это те муниципальные образования, куда газ уже пришёл, где сейчас люди догазифицируются». Вот в эксплуатацию ГРС Корсаков и магистральных линий являются частью масштабного федерального проекта по газификации регионов. Тем временем в Южно-Сахалинске продолжается догазификация частных домовладений. Только за прошлую неделю голубое топливо подвели к 30 домам в планировочном районе Хомутова. В числе новых абонентов – Людмила Митус, чей дом уже отапливает современный газовый котёл. В процессе подключения домовладения хозяйка воспользовалась программой компенсации, возместив расходы на газификацию дома. «Конечно, газ он облегчит отопительный сезон, потому что уголь на сегодняшний день стоит дорого. Очень проблематично зимой протапливать дом. Доставка угля стоит денег, а газ экономично, тепло». В рамках газификации региона голубое топливо бесплатно провели уже более тысячи домохозяйств. Помимо этого, на разных этапах обрабатывается около трёх тысяч договоров. В планах руководства региона обеспечивать 85% области за счёт сетевого газа. Оставшиеся будут получать сжиженный природный. СПГ, например, поможет закрыть потребности в экологически чистом топливе Курил и труднодоступных населённых пунктов Сахалина. Ещё один шаг к безуглеродному статусу – перевод всей техники на экологичные виды топлива. В областном центре продолжается масштабная реформа общественного транспорта. До конца года на острова прибудет 147 новых газомоторных автобусов. Полное обновление пассажирского автопарка закончат в самое ближайшее время. Это автобусы большого и среднего класса. Если точнее, то 23 автобуса – это будет большого класса. И 124 – это будут автобусы среднего класса. Мы планируем из города и из городских маршрутов полностью исключить автобусы малого класса, так называемые маршрутки, для создания более комфортных условий пользования общественного транспорта. Кроме автобусов на газомоторном топливе в областной столице появятся электробусы. Уже в конце этого года на маршрут выйдет первая партия. «Основная партия – 100 единиц. Это будет в течение 2023 года поступление. Таким образом, с учётом газовых автобусов и электробусов, мы полностью обновим весь подвижной состав на маршрутах нашего города». Кроме общественного транспорта, в регионе увеличивается количество и частных электромобилей. С прошлого года их число выросло почти на 20%. Развивается в области и необходимая зарядная инфраструктура. На Сахалине работают 106 электрозарядных станций. Область входит в список пилотных регионов России, в которых планируют активно внедрять экологически чистый транспорт. В 2022 году в Сахалинской области отменили транспортный налог на электрокары. Помимо этого, для владельцев электромобилей организуют специальные парковочные места. Ещё одно решение проблемы с выбросом парниковых газов – открытие карбоновых полигонов. Подобные объекты – пилотный проект Министерства науки и высшего образования России. Его цель – создание в стране единой системы учёта этих загрязнителей. Сахалинская область стала территорией эксперимента, который даст ответ, как справиться с глобальным вызовом. Он включает в себя большой комплекс исследований климатически активных газов на земле и под землёй, а также в воздухе. Первый островной полигон начал работать на побережье залива Анива. На следующем этапе планируют проводить исследования на острове Итуруб, где учёные займутся мониторингом природных систем в условиях глобальных изменений окружающей среды. «Недавно было создано сначала семь карбоновых полигонов, и Сахалинский карбоновый полигон попал в число первых, сейчас их уже десять, и их число будет увеличиваться в зависимости от того, какие экосистемы мы будем исследовать. Но наш Сахалин и Курилы – это в первую очередь морские экосистемы, поэтому наши карбоновые полигоны исследуют морские экосистемы как морскими экосистемами и с помощью каких климатических проектов. А климатический проект – это такой проект, который направлен на то, чтобы сделать так, чтобы углерод захватить и максимально долго его сохранить, чтобы он обратно в атмосферу не вышел. Вот наш карбоновый полигон именно морской, и он располагается на берегу залива Анива». Экспериментальный объект станет важным звеном в процессе перехода к зеленой энергетике и формирования ее инфраструктуры. На карбоновом полигоне ученые будут наблюдать за тем, как океан поглощает парниковые газы и какую их долю способно поглотить Охотское море. Углеродный след будут искать в воде, на водорослях и раковинах моллюсков. На этом у меня все. С вами была программа «Среда обитания». В следующих выпусках мы продолжим рассказывать, как сохранить природу наших островов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова